Две немецкие школьницы и их учители из Берлина стали жертвами кровавого теракта в Ницце. Эту информацию официально подтвердили в управлении города. Наша съемочная группа побывала в школе, где сейчас скорбят по погибшим. Репортаж нашего собственного корреспондента в Германии Шоупанной Манбаевой. Именно из этой школы группа учащихся в сопровождении учителя отправилась на экскурсию в Ниццу. Они хотели отдохнуть на море, увидеть местные достопримечательности и, конечно, фейерверк. В честь дня взятия Бастилии. Но летние каникулы превратились в настоящий кошмар. В ту злополучную ночь террорист протаранил на грузовике толпу людей на набережной Ницце. Жертвами этого страшного теракта стали более 80 человек. Среди них две немецкие школьницы и преподавательница. Учащиеся этой школы до последнего верили, что они выжили. И вот-вот сообщат, что их жизни ничего не угрожает. Но этого не произошло. Фрау Шнабль была моей учительницей по немецкому языку. Я очень расстроена. Она была очень приятной женщиной. Она была по-настоящему милой, хоть иногда и немного строгой. Париж, Брюссель, Стамбул, теперь и Ницца. Терроризм становится частью нашей повседневной жизни. Бороться с этой проблемой 21 века призывают все мировые политики. Я думаю, вся Европа, а может и весь мир переживает сейчас вместе с французами. Это нападение не только на французов, но и на всех нас. С этим надо обязательно бороться. Об этом недавно говорил президент Казахстана в своем манифесте. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Синий, белый, красный. Эту иллюминацию в виде национального флага на здании посольства Франции в Германии спроецировали в знак памяти о погибших в Ницце. Жители до сих пор не верят, что после серии терактов в Париже Франция снова погрузилась в траур. Я до сих пор в шоке и не понимаю, как такое могло случиться. Я очень сочувствую родственникам погибших. Я уверен, каждый, кто пришел к Бранденбургским воротам, чувствует боль утраты. Я, как французский канадец, просто не мог не прийти сюда. Я хочу выразить соболезнования и пожелать всем французам крепиться и быть сильными. Цветами, игрушками и открытками с самого утра и до поздней ночи берлинцы приходят сюда, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Ницце. По данным СМИ, жертвами этой трагедии стали граждане как минимум шести государств. Немцы говорят, случившееся во Франции – это общее горе для всех европейцев.